Ну что ребят, всем большой привет! Сегодня мы с вами немного поиграем на моём втором аккаунте, но не той колоды с ведьмой, которую я собрал относительно недавно, но при этом с ней уже действительно довольно много боёв провёл, что она даже как-то поднадоела, согласитесь. Сегодня мы, ребята, вспомним про с вами нашу старую добрую колоду, которая с гигантом, кладбищем и громоверсом. Сегодня мы поиграем и, соответственно, сейчас посмотрим на то, что у нас, друзья, с вами будет твориться в этом бою, насколько успешно мы, собственно, начнём катку, ну и насколько успешно мы в дальнейшем наши вообще каточки, не только эту катку, но и все в дальнейшем продолжим. Поэтому давайте, соответственно, друзья, смотреть, усаживайтесь поудобнее, первый противник девятого левела. Как ни странно, нам попадаются не такие уж и частые противники, именно у которых девятый левел имеется, как бы, то есть обычно здесь всякие одиннадцатые, десятые сидят, поэтому, как бы, вот это вот дело, ну такое, не особо-то и часто встречаемое, на самом деле, в повседневном рояле. Ну да, в принципе, и ладно. Так, сейчас я пытаюсь надамаживать всё это добро. Да ладно, ты чё, гонишь, что ли? Серьёзно? Вот настолько прям всё плохо, ребят? Прикиньте, тычку сделала его с парки. Ё-моё! С помощью запора сберу у него элитных варваров. Господи, а чё ж всё так плохо-то только? Только я начал игру, а уже всё так хреново. Минус половина башни слева, минус половина башни справа, элитные варвары одиннадцатого левела, колдун восьмой с парки на руках. И при том, что противник девятого уровня, ой, ребята, а катка-то будет непотная. Какой, господи, какая непотная, Даня, чё ты несёшь? Заговариваюсь, ребят, извиняюсь. Катка будет, наоборот, очень потная и нелёгкая. Вот что я хотел сказать. И я чувствую, что будет реально вообще непросто, крайне непросто. Ну ладно, сейчас, короче, будем играть, сейчас, короче, будем на всё вот это вот дело смотреть. Спарки, пожалуйста, на скелетика отвлекись. Уйди, моя хорошая, спасибо тебе большое. Давайте ещё вот такой вот примерно фаербол плюс-минус брошу, глянем, как он себя покажет. Не, конечно, фаербол классный, ничего сказать не могу. Давайте ещё вот такой вот запчанский постелим, и наш гигант спокойно себе берёт и надамаживает. Правда, жаль-ка, жаль-ка вообще очень сильно, что спарки мы у него сразу же не добили, ну да, как говорится, и фиг с ним. Сейчас элитные варвары побегут, я в этом более чем уверен, ну, а, даже так? Серьёзно? Вот это я немного не ожидал, на самом деле. Давайте вот таким вот образом поступлю, допустим, варварами. Попробую здесь, а, дефциации, это ерунды. Тут какой-нибудь надгробие, допустим, воткну для пущего эффекта. И, соответственно, ещё немножко хэлл... Ой-ой-ой, а зап-то, конечно, да. Зап-то, конечно, лёг вообще по-царски. Я ничего сказать не могу. Всё, ребята, вышка, давай, до свидания. Ай-яй-яй, больно-больно. Ничего не могу здесь, ребята, ещё сказать вам. Печально, конечно, вышло, однако. Давайте вот такой вот запчанский успел. Отлично, ребят, плюс-минус успел. Конечно, не идеально, но могло быть и хуже. Я думаю, вы это понимаете. Готовлю здесь, соответственно, фаерболецкий, который я накину, ну, плюс-минус, наверное, вот таким вот макаром. Пускай, соответственно, летит и всё это дело благополучно коцает. Так, друзья, варвары, на деф это ерунды. Также давайте гром. Прямочки здесь у меня залетит-полетит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте сделаю, допустим, так. Давайте сделаю, допустим, вот так. И какой-нибудь фаербол. Нет, фаербол мне здесь никакой не нужен. Я лучше выкину гиганта, который сейчас отвлечёт всю эту ботву его. И приготовлю, допустим, тех же самых варваров, которые сейчас будут это дело пытаться отрабатывать. Но всё равно это не так уж и просто, потому что вы, ребят, сами видите, что противник здесь накидал реально дофига всего. Вот так вот с помощью гробовирса осадавливаем. Господи, прям реально. Хожу, на самом деле, по краю. Очень тяжко всё это добро дефать. Серьёзно вам скажу, ну, реально, крайне нелегко. Подготовлю сейчас уже, получается, миньончиков для поддержки здесь. Так, друзья мои, очень, на самом деле, напряжённый момент. Нам главное с вами просто не лыжевать. Давай, гиг-скелет, ты куда это тут почапал? Не-не-не, братан, давай назад. Давай назад, отвлекаем всё это добро на нашего гиганта благополучно. Очень жалко то, что миньончики у меня улетели. Но всё равно, ребят, надамаживаем вышку слева. И мало того, что надамаживаем, мы её с вами просто выносим. Господи, ребята, насколько это была сейчас топовая катка. Противник девятого левела с такой-то реально нехилой прокачкой. Колдун, гиг-скелет, реально сильный. То есть, элитный варвар, блин. Одиннадцатого левела, но мы его берём и побеждаем. Я думаю, что это было достойно и надеюсь, что такое начало вас уже порадовало. Окей, едем дальше. Следующий оппонент также десятого левела. Опа-па-па-па, друг, я даже начать не успел, а ты уже меня так тут прессингуешь по-лютому. Ну, пожалуйста, громоверцы барбики, вы можете мне так колпануть, чтобы вообще по минималке урона зашло? Ну, плюс-минус, конечно, ребят, могло бы быть, наверное, и лучше. Ну, ладно, не будем здесь с вами привередничать. То есть, типа, не то, могло бы и лучше. Ну, всё такое, короче, что вообще, как бы... Ну, если вспоминаешь про это, ещё хуже становится на душе, типа, то, что могло бы быть и лучше. Короче, как есть, ребят, так и есть, правильно? Я думаю, правильно. Давай сейчас именно будем пытаться организовывать наши заходы. Меня очень расстраивает то, что противник играет через кор-гига, имея на руках... О, господи, братан, ты серьёзно? Прикиньте, он реально же серьёзно. Он реально, вправду, играет, опять же, элитой и опять же 11-го левела. Да, господи, откуда? Откуда вас столько, пацаны? Господи, третья принцесса, что просто? Какого фига? Банда гоблинов, да уж. Вообще топовый, ребят, абсолютный топ. Я просто... Я серьёзно, я не знаю, что сказать можно. Громоверцам я не разбираю всё это дело. Мой гром улетает просто в никуда. Очень жаль. Был хорошим, на самом деле, пацаном, но улетел просто вмиг. Я, друзья мои, просто на самом деле... Я не знаю, как это дело можно комментировать. 11-й корогик, 11-й элитный варвар 3-го левела принцессы. Карл, 3-го левела. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это просто на самом деле охренеть. Один фаерболт, по-моему, варварам, они улетают абсолютно навсегда. Я их вообще никак не смогу вернуть. И да, такая себе на самом деле ситуация. Опять же, противник попадается немножко, ну, такой себе в плане ориентации. Ну ладно, ладно, не будем об этом. Нам нужно сейчас как-то играть. Давайте я поставлю надгробия, как бы ожидая его элитных варваров. Ну да, в принципе, довольно читаемое это дело было. Здесь запуем, чтобы огненные духи нам особо-таки не мешали. Ну и буду сейчас, наверное, стараться на левую. Ну да, на левую, допустим, вышку проходить. Зап, кстати, слил, друзья мои. Что весьма-весьма важно, я думаю. Давайте вот так вот с помощью громовульки. Я здесь немножко помогу. Также варваров накину для реально пущего эффекта. Они тоже нам помогут. Ну и, собственно, все эти юниты, которые... О, господи, он промазал, прикиньте. Он реально только что промазал. Срочно запуем, друзья. Вот таким вот образом здесь найс-найс-найс-найс-найс-найс. Сейчас разбираем какой-нибудь. Допустим, здесь у меня сейчас гигант поковыляет также на вышку противоположную, потому что вышку слева мы у него сейчас просто по-царски забираем. Друзья мои, вы гляньте, какой просто невероятный камбэк сейчас происходит на наших глазах. Вы просто посмотрите на тот урон, который у меня реально каким-то непонятным для меня образом получается. Заносить по его тавуру уже на сей раз справа. Вышку слева мы у него давно отработали. Громовержец держится молодцом. Он реально наносит все те тычки, которые я от него и просил. Делаю вот таким вот образом. Моей основной задачей на данный момент является просто-напросто прокрутиться до одного лишь фаербола. Это единственная карта, которая меня интересует, друзья. Всячески стараюсь отвлекать всю вот эту вот ерунду. Запую всяких там огненных духов вместе с элитными варварами. Сбрасываю фаербол на вышку справа, он летит-летит и добивает. Друзья мои, за такие катки даже лайк, я думаю, поставить-то ей не жалко. Вы просто гляньте, какие сегодня я реально делаю невероятные камбэки. Просто два мега четких боя против пацанов с элитных варвар. С элитными, да, с элитными варварами в колоде. Да и при том, знаете, что? Не сабы, какими элитными варварами, а с элитными варварами 11-го левела. То есть, вы понимаете, да, их реально крайне тяжело дефать. Но вы сами прекрасно видите, как у нас с вами все замечательно получается. Ну, я бы на самом деле увидел такой видос бы. Мало того, что палец вверх бы поставил еще в комментариях, бы написал. Нифига себе, ты викусь даешь, конечно, нормально, нормально. Так пацанам кабины ломаешь, я бы, конечно, да. Я бы так и написал, вот честное слово. Но это я ни на что, конечно, не намекаю. Это дело ваше, ребята. Ну, это как бы да, это да. Ой-ой-ой, кстати, вы гляньте, что здесь происходит. Довольно такая развязочка опасненькая. Давайте варварами попытаемся все это дело отдефать. Как вы, кстати, заметили, противник абсолютно, походу, забил на свой деф. То есть, чисто он вложился в атаку. Ну, я бы не сказал, что я такое дело на самом деле поддерживаю. То есть, атака, атака, но про деф забывать нельзя. То есть, знаете, это как... Это как время делу... Нет, делу время по тихий час, да. Вот, типа, пословицы, вот реально можно... Можно ее в цитаты записать или в какие-то поговорки наши местные роялевские. То есть, типа, вот... Ты, конечно, братан, атакуй, но деф циты не забывай. Потому что иначе это как бы все. Это, конечно, будет довольно грустно для тебя. Так, какого... Я не заметил, какого левела там были гоблины. Надпись «Огненный шар» перекрыла их левел. Ну ладно, не страшно. Так что, пацаны, играя в рояль, помните мудрую мысль, которую я вам сегодня... Уху-ху-ху. Кстати, братан, а как так-то? Если вдруг кто-то не понял, у него мушкетер шестого левела, а фаербол у меня седьмого левела. Опять же, если вдруг, опять же, кто-то не погибает, это ваншот, друзья. Это ваншот от нашего фаера. А это топово! Когда фаербол ваншотит мушкетера или там колдунов, или там вообще что-либо, что как бы по эликсиру плюс-минус выгодно, это топово. Серьезно, ребята? Это прям красота. Слушайте, я сейчас не знаю, мне нечем дефить его. А, у него гоблин это всего лишь восьмого левела, ё-моё, у меня вышка-то с двухтысячек забирает, это вообще не критично. Урон там они, конечно, какой-то нанесли, но это как бы вообще... Ну, как бы, видимо-видимо. Вот, смотрите, о чём я вам и говорил. Мушкетер стоит, мушкетер упал. В принципе, фаербол работает идеально по эликсирум и в плюсе, так ещё и мало того, что забираем мушкета, мы ещё, друзья, не забываем про то, что я как бы у пацана только что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, какой топчик я сейчас сделал. Миньончики, помогайте. Даже без миньонов справился, ребята, что реально радует, так, наверное, это. Давайте ещё громовульку здесь выдам. Мы им приготовили зап для каких-нибудь скелетов или вот, допустим, для этого. Тут он, в принципе, тоже ложится крайне замечательно. Вышка у него улетает, друзья. Это реально радует. Давайте тут я ещё и фаербол, вот такой вот прекрасный, замечательный, накину. Найс. Миньончиками буду сейчас... Вот это вот дело, получается, дефить. Также поставлю надгробие, чтобы его хок тут особо сильно не бушевал, не зверствовал. Нам этого не надо, правильно? Я думаю, да. После этого вот такой вот гигантус пойдёт, соответственно, здесь у нас по центру. Подготовлю запчанский на всякий пожарный, да, давайте тут я его и скину. Чисто стан, чисто по красоте залетает. После этого накину здесь кладбище, а вышку слева дефать не буду, заберёт, ну, флаг ему в руки. А вот противник гад, на самом деле, дефается, потому что, ну, некрасиво, согласитесь. То есть я ему вышку подарил слева, мол, на, братан, забирай, а сам как бы мне отдайся на трёшку. Ты всё равно ничего не потеряешь, так и так проиграешь, но он, видите, дефается. Это, конечно, печально, то, что противник такой, знаете, жадный по натуре. То есть я-то вроде даю ему вышку забрать не дефа и его коргига, хотя мог там, я не знаю, запать, какие-то надгробия ставить. Ну, короче, понимаете, да? А он как бы просто взял и фаерболом отработал просто всех-всех-всех моих юнитов на центральной башне. Ну, вот такие вот люди бывают. Ну, в принципе, ладно, как говорится, и наплевать. Ну что, друзья мои хорошие, если подводить итог данного видоса. Вы сами всё видите, три просто прекрасные, чёткие победы. Я уже сказал бы, что если бы я увидел такого вот пацана, как я, который так играет реально, так показывает вот этим вот всем одиннадцатым элитным варварам, кто здесь батя, я бы сказал, то есть, хорош, хорош, реально, братан, держи тебе лайкус на видос этот раз, ну и держи комментарии о том, что векусь хорош, то есть вообще малорик. Так что, ребят, как-то так. Ладно, в принципе, шутки шутками, но на этом, друзья, я буду, наверное, с вами заканчивать. Говорю вам огромное спасибо за просмотр данного ролика, я желаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Увидимся мы с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, друзья мои, пока-пока и до скорых новых встреч. Давайте.